Ну что, дамы и господа, у нас начинается вторая игра сегодняшнего дня. На этот раз команда Тинакс будет противостоять команде ГОСу. Кстати, команда Тинакс играет в этой игре за Сенту. У них есть Мирана, у них есть Свен, ой-ой-ой, Вивер влетает в команде ГОСу. Лич, Фурион, Аппарат, Вивер, прикольно. Здесь вот, я насколько понимаю, Свен, Мирана, это, по-моему, Спектр, что ли? Офигеть, я настолько нуб, что даже еще не выучил иконки героев. Но бывает, наверное, и такое. Да, я, кстати, покажу вам, покажу вам все происходящее. Вот так вот это все выглядит. Слева у нас команда Тинакс в белых стильных модных наушничках. Это, собственно, тренировочная база команды Next. Игра у нас пошла. Справа ГОСу, слева Тинакс. Поехали. Это Вивер, там спрашивают ребят, сами нифига не знают. А, да, все, я вспомнил, сори. В общем, это Мирана, это Спектра или Энигма, я не верен. Это Бистмастер с красным лбом, просто парня поменяло, ему намазали лоб, не знаю, йодом, наверное, да? Свен. Фига, 3 мили уже есть. 3 мили, с учетом, если это вдруг Спектра. Ну, а здесь аппарат Фурион, Лич и Вивер. Более подготовленная выглядит, на первый взгляд, команда ГОСу, которая, собственно, играет за Скоржа и Пик, который справа мы с вами видим. Ну, я на самом деле реально не врал, вы сори, вы можете, конечно, закидать меня шапками и чем угодно, но я на самом деле не врал, когда говорил, что не наблюдал за играми. Реально, не было просто, не было на это времени, к сожалению, потому что приходится работать плотненько, а херня здесь не пострадаешь. Вот. Ну, все, фулл пик. Я могу огласить фулл пик команды Тинакс, это под мафио с пиком Спектра, Бестмастер, Свен и Винга, 3 мили. Аппарат Фурион, Лич, Вивер у Скоржей и 10 секунд остается на последний пик. Сейчас увидим и героя. 3, 2, 1, неужели Лаки Дота, рандом? А, резерв тайм, лол, я даже не знаю, что существует резерв тайм. Вот это прикол. Да, но зато прикольно смотреть все как в первый раз, честно признаться. Вот. Ну и... И что? И Леон, Леон ласт пиком, черт побери. Леон ласт пиком, почему-то еще идет время, игра почему-то не начинается. Не знаю, что это за лаги. О, Дота 2, она такая. Неужели время должно закончиться до конца, чтобы игра началась? Может, это я заглюсил? А, нет, вот, все окей, герои уже выбраны. Все файн. Да, кстати, меня спрашивали, почему я ничего не пишу в Твиттер. Мой персональный Твиттер MTREX4U, но сейчас ведется Твиттер-трансляция на Твиттер компании, в смысле не компания, а организации NextKZ. Собственно, так называется, twitter.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. ТВИК Патма, вот это прикол, Сталкет на Патме, Тенакс, Виртуоз, играет Бистмастером, Свен на Свене играет Кис, эксклюзив, Винга, лол, прикольно, может быть, совсем не он играет, не знаю даже. И спектра, на которой спектра, спектра, спектра такая, спектра играет, и их RS, керри команды Тенакс, новая спечина. Аймэт аппарат, аймэт аппарат, колд фит, все более-менее дефолтное, 300 бабла практически осталось у него на бодл, 101 монета стоит сейчас выкуп, прикольно. Питча 0.3 это, по-моему, печенька, он же Руся Топор, не поймешь ники, ребят. Грейс, он же F430, он же Шера Керри с недавних пор команды, Косу и Стендин, Пуш Ит, Фурионом, ну а на ботаме Лич. Питча 0.3 это, по-моему, ботаме Лич, играет на нем некто Госу Мио. Вот и игра началась, игра началась, улыбки на лицах игроков, позитивные, позитивно, все мега позитивно, все клево. Бист против аппарата, немного вспышки здесь засветили. Свен плюс против Патмы, интересно, интересно, девки пляшут. В смысле, Свен с Патмой Дабла, Свен с Патмой Дабла, Леон с Вивером Дабла и на подмоге этой тусовки еще есть Лесной Фурион. На ботаме Бинга пулит и стоит недалеко от Спектры и против этого всего стоит Лич. Я вам скажу, что довольно грамотные лайны выставлены сейчас. Более импонируют мне лайны команды Сент, команды Тинакс, потому что Дабла, которая может убивать и которая может сейвиться, не умирать. На миде аппарат против Биста, ну Бист по дефолту всегда хороший мидер. И плюс ко всему на ботаме Спектра на фрифарме против Лича и Винга, которая постоянно пулит тем самым. Тем самым дает возможность Спектре фармить немного под своим Тауэром, немного под вражеским, но тем не менее. Подкоп только что летел от Лича и возможно это будет Физблат. Посмотрите, прилепил Свен Стан! Физбэй, нет, Лич, стычка! Да, вот он Физблат, Патмас забирает Физблат и пошел сейчас Вивер нарасхарас. Не знаю, правда, зачем. Вивер, конечно, попытался похарасить Патмой, тем не менее Патмас здесь, не знаю, не знаю, что будет с Патмой. Нет, Вивер не попал, Вивер не попал, можно разводить, хиляется флаской. Патмас, стрела от Патмой Стан, прилепил Стан, почему не бьет Свен? Почему не бьет Свен, у Свена нет маны, как смело играет Патма с пиланой полечицей, что здесь только не произошло. Да, вы слышите, наверное, этот смех, ребята фанятся. Мне все очень даже неплохо, пришел Фурион, Фурион не умудрился забрать даже Свена. Вот такой вот прикол. Ну, мы не будем забывать, естественно, и про мид, на котором аппарат... Где же Бист? Бист подобрал реген, вот так вот, а я-то думал, где делся бы с Мастером. Так, ну, что, Патма, 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 Ману, Свена есть на Стан, есть с Ману на Стан, Ну, у Патмы можно ожидать сейчас какого-то экшена, а Фурион тем более... Хотя нет, экшена как раз-таки сейчас не будет, потому что Фурион сделал отвод и... Понятное дело, что сейчас вот с этим спотом крипов ничего не произойдет, они просто разубьются аптавр. Микрит крипов на миде Бистмастер. Я не сказал, но вы могли видеть, как зарядил топоро... Зарядил Бист топорами. Ой, ой-ой-ой-ой-ой... Раскастовали здесь Вивера, я бы мог пропустить этот килл, если бы Вивер не успел уйти в инвиз. Вот так вот. Четвертый левел Бист, аппарат... Поболее левел имеет, благодаря тому, что Бист бегал налево-направо. Ну и пока крайне достойно стоит Дабла против Даблы и Лесного Фуриона команды Кенакс. Вот, посмотрите, подкоп Бивер выживает на лу-хп. Вот это... Это прикол. Вот это прикольчик. Да. Я не перестаю страдать своей любимой мазой. Да, тут просто... Мне было интересно, каким же факин образом вот взяли и убили вивера загулявшего. Там просто стоит вард вот с интов. И понятно, что под меня, имея инфу, где находится вивер, было нетрудно попасть стрелой. Что сделал Сталкет, насколько я понял. Если... Если все верно понял. Дабл дамаж подобрал сейчас Бистмастер на нижней руне. Крайне интересно мне, как здесь делал Спектр. Спектр что-то здесь... Ага. Прикупила она Ринг оф Хеллз. Вообще было бы прикольно посмотреть по крипам 18, крипов 18, 19, крипов больше всего. Но это у Фуриона. Ну, так себе, посредственно довольно результат. Можно было и круче поднофармить. Но, опять же, напоминаю, что это дружеский шоу-матч. Но, тем не менее, с финансовым призывом фондом, поэтому... Поэтому, сами все понимаете, битва будет. Деньги есть деньги. Пусть будет сил, как мы. Подмушка. Сталкет очень любит играть этим героем. Но даже не знаю. Дота-2 на самом деле внесет какие-то новые стандарты, честно признаться. Определенно. И я думаю, что если... Многие люди, на самом деле, задают вопрос. Что же будет, когда выйдет Дота-2? Будут ли поддерживать на плаву Дота-1? Ух, что это было? Я так и не понял. А, это ульт аппарата, который прилетел абсолютно в никуда. Вот такой вот Rush 3D Gang style. Не попал аппарат ультом, не успел Фурион зацепить. И... Вард. И... Вард. На этот раз вард от Скоржей. Теперь настанет пора, когда будет немножко потруднее. Команде как раз-таки Тинакс. Вот как раз-таки этой дабле, которая находится здесь. Потому что их передвижение будет четко палиться. Но и 2-0. 2-0 по-прежнему. Напоминаю, Тинакс впереди. И оба 2 килла были совершены у нас на топе. Лич. Купил себе Blades of Attack. Конечно, будет это Facebook Super Might. Поэтому это, собственно, наличие... Наличие, собственно, играет Твик. Твик под ником Mia. На миде I'm at. Вот так вот полетел ульт аппарата. Полетел, полетел, полетел. Чё, чё у нас будет? Влетает ульт аппарата. Да, и под мы прилепили. Фурион ещё здесь пытается раскарасить. Почему-то абсолютно не поддерживает его. Подкоп, импейл, вивер, дабл килл. От команды Gosu. Хорошо раскомбинили. 2-2 становится счёт. Эта игра, конечно, будет крайне интересна. Я уже это чувствую. Чувствую. И ощущаю. Замёрз тем временем ещё и на миде. Бессмастер. Вот так вот. Ну, а я напоминаю. Я напоминаю, да, что мы смотрим о LAN. Первый в СНГ LAN-турнир, который проходит как раз-таки в Алмате на тренировочной базе команды NextKZ. И здесь собраны 3 лучших, самых именитых команды из Казахстана. Это, собственно, команда Gosu, новообразованная. С такими руками в руля, как АМТ-3, которые успели поиграть на двух Asus'ах уже в Киеве. То есть довольно опытные ребята. Два выездных LAN-а. Команда TNAX, новообразованным составом, который совершенно старый и очень напоминает... Ну, не очень, да, отчасти напоминает... У АС-1 времен ДТС капа, хотя сейчас произошли изменения, там всего лишь три игрока. И команда NextKZ, которая долго никого не меняла, очень долго никого не меняла. И вот, сегодня играть со стендином, пока никакой официальной информации Лича убили на ботами. Тем временем, пока я вам рассказывал, как обстоят дела, запинали его. Запинали, и сейчас Спектра еще убьют. И я не знаю, что это такое. Ох, рассыпался вивер на топе. Да, посмотрите, скажем так, подсобралась команда. Команда TNAX. Скажем так. Наоборот, в смысле. Или да, или нет, или нет, или да. А, да, команда TNAX все же подсобралась. Сори, немного. Туплю время от времени. В принципе, это не страшно, бывает и такое. Кстати, внизу ответили на наглость Спектра и Спектра. Рассыпалось у нас. Спектра убили. Так вот, понравилось мне, конечно, начало игры от команды Госса, но вот почему-то сейчас они не столь уверены. Продолжаю, как начинали. Хотя счет 4-3 говорит сейчас практически не о чем. Несомненно, этот Тауэр сейчас будет убит командой Тинакс, они его заберут, даже не пойдут в Денайд. Скоржи в лице команды Госса. Так вот, я напомню, что играем в Доту 2. С вами Валерий Кинкер. Хе-хе-хей. Хе-хе-хей. Хел-я. Я время от времени буду вам показывать, конечно, и общий вид. Могу это сделать прямо сейчас. Вот что происходит у нас. Вот так вот. Вот что происходит. Ну что, мы возвращаемся к игре. Девятая минута 4-3 счет. И Тинакс отправляются в нападение на Вивера. Вивер прочувствовал это, убегает. Спектра, тем временем, втарила уже в ангард. Не сильно, не сильно, признаться быстро, с учетом практически фрифарма. Спектра против Лича. Ну, whatever. Да. Да, копит бабло на Мидас сейчас Фурион. Все по дефолту, после Субимаски. Очень быстро принесен Глоусал Хейст. И пошел за мес. Убьют здесь аппарат. Аппарат, ажанца, выжить. Нет никакого. Уйти туда Спектра. Подкоп от Леона. Хекс, Патму. Умирает Патма. Умирает Патма. Два безответных килла. И еще и нагоняют Свена. Ну, вот на развороте молоток. Расыпается от молотка. Лич. Леон убивает Свена. Череда разменов. 6-5 счет. 6-5 счет. Фурион. Деревья. Будет умирать здесь Винга или нет? Да! Минус Винга. 6-6. Черт подери. Черт подери. Счет у нас становится 6-6. Десятая минута, тридцатая секунда. Ну, я напоминаю, что мы находимся в Алматы и стримим специально для вас. А для вас это, конечно же, для всех фанатов команды NexKizet, а также для портала ProDota.ru. Самое время, наверное, посмотреть крипстаты. 52 крипа Спектра. Ну, я думаю, что он и так прекрасно видно на ваших экранах. Вы смотрите стрим и видите все. Всю статистику. 3-2. Килам. Патма. Деревья. 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 Ну, что. Фейсбуцы. Фейсбуцы, фейсбуцы. Аппарат, аппарат. Бьют Спектру. Здесь пацаны, пацаны такие. Ребята совсем просто пытаются ульт от аппарата. Четкий просто тачдаун. Да, здесь уже в Спектре не добровать. И 7-6. Довоевывают. Преимущество полетела стрела, а потом попадает на топе. Абсолютно никого не попало. Хотелось, чтобы попала куда стрела, но нет. И вот теперь вот. Нет, здесь вряд ли будет какой-то экшен. Перетяжка по речке от игроков команды Госсу. Это лич и аппарат. Они направляются на мид в погоне за Свеном. Но Свен ретируется. Слайна. Убегая на топ. За возможной руной, которая должна вот тут появиться. Не знаю, почему Свену так пофигу на руну. Но, по-моему, это довольно важный аспект. Ну, вот такие дела. 6-7 счет. 6-7 счет напоминаю. Напоминаю Dota 2. Напоминаю, что наканувшего матча сегодняшних деньги. И это игра под номером 2. В первой игре за 25 или за 26 минут, если мне не изменяет память, с командой T-Nax поквиталась команда NextKZ. И третья игра, если вдруг Госсу выиграют в этой игре, то третья игра будет решающей для сразу двух команд. Если в этой игре выиграют T-Nax, то получится у нас забавная ситуация. Ну, в принципе, забавная ситуация может быть решена победой Next в третьей игре. Но если этого не случится, то будет так называемая карусель. Когда каждая команда выиграла у каждой, нам придется считать по времени. По-моему, самый неблагородный способ. Ну, а пока... А пока... А пока даггер влеча на 150 хитов. Пока 6 на 7. Хорошее количество киллов. Сколько киллов? Столько минут. Любимое количество киллов, наверное, еще из первой доты. Для всех стримеров. Возможно, даже зрителей. Ну и... Мидас. Не могу сказать, как давно уже имеется Мидасу Фуриона. Думаю, что это к минутке 3. Пожалуй. Подмаг куда-то здесь прется. Не знаю даже, будет она пытаться похарасить вивера или нет. В те время убили на ботами. Первый тавер у Скоржей забрал этот тавер. Киану Ривз, он же Спектра, он же АРС. Не какой-то у Скоржей, а РС, Герой Спектра. Фейк Киану Ривз. Ну, а вообще, конечно, конечно, да, нас ожидает большое светлое будущее. Если говорить о судьбе самой доты, как обычно, нас ожидает... Ой, ай, ой. Вивер, ай, не спалился, лоу. Лоу. Пока мы здесь смотрели, где-то прилепили вингу. Где-то, где-то прилепили вингу, пока мы смотрели, будут ли забирать здесь вивера или нет. Ого, поинт-бустер. Да, это будет абсолютно классический фурион, классический, стандартный фурион, я бы сказал даже так. Лесной, Базиль, Мидас и Аганим. Но, не знаю, увидим ли мы Лотара или нет, наверное, вряд ли. Падает тавер на бота... Ах, лол, как уже ботом? На миде. I'm sorry. Падает тавер на миде, забирает тавер команда Госу. Ох, вивер, ох, вивер докладался, ох, поконтролил крипов. Хе-хей, рассыпается вивер. Даже не стал он за крипами, прилепили его просто на раз-два, вот так вот, гоп-стопом. И семь на восемь, счёт. По призму впереди команда Госу. Как это ни странно, но это так. Леон бегает вместе с фурионом, помогает ему фармить в лесу. У фуриона уже есть очередная тыща голды, за которую он сможет себе купить очередной став на аганим. Итого, остаётся фуриону чуть менее двух тысяч до аганима. Будет довольно быстро аганим у фуриона и довольно хороший фарм. Как результат. Ну, я думаю, что... Так, надо переключиться вниз, чтобы глянуть, будут ли пытаться дефить Тинаксы это тавер, но, видимо, нет. Видимо, дефить это тавер, ребята, не будет. Что, собственно, и происходит. Никакого дефа. Так, и пошёл за мест, прилетает стрела в лича. Это самое то, что можно было сделать в этой ситуации. По-прежнему все живы и вынуждены рейкпироваться сейчас. Культ от лича, влетел сюда чайник. Не поверите, но все живы. Да, вот он, наконец-то, первый килл умирает. Здесь лич. И... Бист-мастер, лоу-хп, спектра. Спектра в погоне за аппаратом. У спектра есть фейсбуцы, но спектру пинают трое. Нужно разворачиваться, убегать. Что будет здесь делать? Патма. Патма. Бист. Бист. Патма. Все разбегаются по сторонам. Один килл. Всего лишь был сделан. И... Девять-девять. Паритет. Девять-девять. Паритет. Телепорт. Как же вовремя. Как же вовремя улетел здесь телепорт. Улетел здесь телепорт. Яша. Фейсбуцы. Повер из Банда. И Мэджик Стик. Довольно больно бьет под моем, скажу, 95 плюс 30. Но я еще раз, наверное, приоткрою крипстат. Семьдесят четыре у Фуриона. Естественно, с лесными крипами. Не будем забывать, что во второй доте показываются лесные крипы. Это точно. Но все равно согласится. Хотя, нет, соглашаться все же не с чем. Количество крипов на карте в целом не сильно крутое. Но это говорит нам только лишь об одном. О том, что в этой игре много экшена. И это на самом деле так. 18 киллов за 17 минут для доты 2. Черт побери. Это нормальное количество экшена. Нормальное количество киллов. Да. Бук, Баклер, Хедреска, Фейсбутцы. Понятное дело, что вторым айтомом после Фейсбутцова у Лича будет ничто иное, как МЕКК. Ну, естественно, чем интересна нам именно данная игра, тем, что до сих пор непонятно, кто же выйдет победителем. Если в прошлой игре все было с первых минут ясно, когда счет стремительно набирала команда Next, то здесь вот уже нет ни у кого абсолютно весомого преимущества. Кто что кому может противопоставить? Есть у Сынтов, есть Спектора, у Скоржа есть Вивер плюс Фурион. Ставка сразу на несколько. Сразу, сразу на несколько ставок, кто же кого, пока не ясно. Так, ай-яй-яй. Раз, кастик, убили здесь крипов. Тем временем. Ну и буду забирать Тавр. Тинакс, стрела на Верочку! Какой же просто тачдаун. Минус Лич. Минус Лич. Минус Тавр. Прибирают ситуацию на карте с... Ой, ульт от аппарата. Это будет, конечно, такой вот расклад неприятный. Вынужден ориентироваться здесь определенно Тинакси. Но они, скажем так, завладели преимуществом на карте на данной стадии игры. Убив. Сделав килл, он забрал в Тавр. Вот так вот. В таком вот, наверное, ключе. Довольно интересные, признаться, таймлапс. Довольно интересные иконки с пылы. Я, скажем так, еще не имел возможности пересмотреть всех героев. Ну, конечно, я видел, играл. Лично вот если говорить обо мне, да, хотя мы сейчас должны говорить непосредственно о команде. Если говорить обо мне, да, то я сыграл в Дота 2 12 игр, наверное. Вот. Но это как бы мало. Вообще, мне очень и очень и очень нравится Дота 2 как таковая. Я благодарен Айсфрогу за его существование, наверное, да. За то, что он все же, несмотря на всю ту высоту, скажем так, корпоративности компании Valve, да, он Айсфрог, товарищ Айсфрог. Начал прислушиваться к геймерам. Начал общаться лично. Начал раздавать ключи. И это все же круто. Это, согласитесь, уровень. И, мало того, я думаю, что как только игра зарелизится, как только пойдут прибыли, увидим мы с вами очень хорошие турниры с очень хорошим призовым фондом. Как минимум раз в год миллионный турнир. Ладно. Попытка забрать Рошан от команды Госса. Прилетает стрела здесь от Патма. Будет влетать сюда команда Тенакс. Инвиз дает Патма. Пытаются нарезать ульт от Спектра. Ульт от Аппарата сюда прилетает. Первый килл. Умер здесь Лич. Иллюзии. Подобрал Вивер. Ох. Ох, Фурион. Фурион. Прибежал Фурион, попытался что-либо сделать в Патме. Стрела от Патмы с рейнджа. Четко сыгранная в этой ситуации. Убивает здесь Фуриона. И да, его здесь влепили. Но за место еще у нас не окончен Бессмастер. Здесь пример в ши. Дальше в вагоне команда Госса пытается тотально перевернуть игру. Взять ее в свои руки. Это, по-моему, не совсем удается. Равный размен произошел сейчас. Два в два поменялись. Команды. Но, возможно, и это не все. Потому что Вивер продолжает гнаться за Свеном. Свен не знает, кого дать стан. Дает стан. Вивер, а стрела от Патмы. Тем временем уже жив. Точнее, уже мертв. Свен. И теперь Запад мой. Теперь Запад мой. Ультат аппарата. А-а-а-а. Не попал. Вот это жесть. Была очень близка. Патма к смерти, но не срослось. 12-12. Тем временем у нас счет на карте. Вивер имеет 2к голды. Тотальный экшен. Я никак не могу назвать все происходящее. Но я напомню, что это вторая игра. Нас еще будет ждать третья игра, которая все же определит, кто победит сегодня. Кто победит сегодня, кто сегодня не победит. Кто уйдет ни с чем. Ни с чем. Сегодня отсюда уйдут 2 команды. И лишь одна команда получит что-то. Да. 22-ая минута. Надуя на нас счет. Глянем, что у нас с крипами. 116, 112, 117. Спектра обгоняет даже Фавиона. Что в принципе-то... В принципе-то в своем команде Тинакс есть запасной вариант. В виде Спектра, которая всегда может... Всегда может что-либо. Всегда может нафармить свой радианс на... 10560-й минуте игры и все равно выиграть. Да, там... Я только что услышал, что кто-то потерял Огр-Экс. Это реально прикол. С сожалению, видите, это мы не увидели, но кто-то потерял Огр-Экс. Да, кстати... Пока экшен не намечается, мы вам, наверное, покажем... Вид на нашу... Скажем так, тусовку, что ли. Ну и все. Самое время вернуться в игру. Все, 12-12. Фармят обе команды в своих частях карты. Никто не лезет на рожу. Пробежимся, наверное, по айтемам. Подма, где же это дело, бабки? Тебя же было больше бабок. Но этому подма так и не появилось. Вряд ли стоит смотреть здесь на суппорта в поисках айтемов. Так, Свен. Что есть в Свена? Даст, смок. Ну, такой полусуппорт Свен у нас. И, конечно, Арканбутцы. Мана всегда нужна. Став и Физердрай. Не особо блещет айтемами. Признаться вам, Бистмастер. Получшает моего аппарата. Ну, да, масс-экшен. Нет ни у кого особо серьезных айтемов. Самое главное сейчас понять, что же по бабкам у Спектры. Где она вообще и что у нее по деньгам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У Спектры все шоколадно. Да, у Спектры на самом-то деле будет Родианс через 600 монет. И с таким укладом это такая клевая тайминговая Спектра. Будет крайне трудно команде Госу, если все сейчас пойдет именно таким путем-ключом. Хотя здесь-то есть тоже Вивер, который отстает от Спектры буквально на 1000 голды. Поэтому, возможно, ребята быстро исправят сосуд. Как бы там ни было, посмотрим. Игра обещает быть интересной и продолжительной. Напоминаю, что прошлая игра закончилась за 25 или 26 минут. Приблизительно. Ну, вот так вот сбавили сбавили темпы обе команды. Никто. Кстати, я напомню, что Рошану-то не забрали в той ситуации. Инициировали Сенты Драку и... И так все и закончилось. С замесом, без убийства Рошана. Я, честно говоря, не решаюсь рассказывать о происходящем. Ну, теперь уже можно говорить, заканчивается Смок у команды Тинакс. Ай, стрела совсем никуда. И это будет самый эпичнейший ганг во всей истории мировой Доты. Просто вот взять, так и умереть со Смока. Но... Ой, какой Чайник пошел сюда, отличая ульт Фуриона. Первый килл умирает один игрок. Команды Госа. Один в один размен. Пошли дальше. Чайник, чайник. Два в один. Очень хорошо. Очень, очень, очень хорошо для команды Госу все произошло в этой ситуации. Убьют сейчас еще и Смена. Как можно было в пятером гангать со Смока? Как могла начинать Патма вообще в этой ситуации? Не знаю. Сами создают себе проблемы Тинакс. На счастье. Команде Госу все более-менее нормально. И вот, мало того, тут, я не знаю, загангали просто. Три в один загангали и еще еле ноги унесли два игрока. Вот зачем? Зачем такие мувы, когда у тебя нет Родианца? Ну, вот он есть. Замечательно. Родианц есть, да. Но зачем? Это было в смысле, пацаны, у меня есть Смок. Пошли тебе гангать. По чужому району пошли загангали и не загангали. И вот в ответочку теперь еще и убивают Тавр. Ребята с команды Госу. 13-15 в пользу Госу на 26-й минуте игры. Но, честно признаться, Спектр все равно противная гадостная штука и будет нелегко с Коржом. Нелегко. Несмотря на только что случившуюся ситуацию. Манта появляется, вот мы. Винга. Винга ничего такого не имеет, потому что... Потому что потому. Потому что суппорт. Видите, наверное, все сказано. Так. Все у нас в порядке с людьми и битрейтами. С людьми и битрейтами у нас все в порядке. Ну что, дубль-2 на грабли? Или нет? Понимаете, приблизительно, ребят, что сейчас происходит. Находят вивера, прокастуют от аппарата, разбревают очень быстро вивера, влетает сюда ульт от аппарата. Бурион, раскаст у ульт, Сфен, молоток. Уже хороший замес в этой ситуации инвестирует команда Тинакс. И вряд ли теперь они отпустят своих оппонентов из ГОСУ. Хотя, посмотрите, здесь сможет умереть Винга, да. Винга рассыпается очень быстро. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Килинг спри от Спектры. Да. И... И... И вот это, да. Вот это... Вот это... 4 в 1. 4 в 1 рассыпались ребята из ГОСУ. Конечно, будет очень непросто. Против такой вот Спектры, которую дали на фарме. Сейчас еще и Аегес останется за Тинаксами. Поэтому... Поэтому, да. Очень... Очень большой задел сделали сейчас для победы в данной игре команда Тинакс. Но я напоминаю, что нас ждет еще и третья игра. Третья. Самая третья, самая решающая. Скажем так. Да, в перерыве опять я вам включу общий план. Вы посмотрите за всем происходящим и между играми перерыв будет минут 5. Но игра не закончена никоим образом. Вы не думайте, что если я сейчас говорю о перерыве, то это все же все. Нет, игра еще будет длиться время и все же шансы сохраняют команда Госса. Причем довольно приличные. Бестмастер с некрономиконом. Левел первый. Да, где-то нашли венгу, пока я здесь заболтался. И убьют еще и бестмастера. Два килла. Два килла для Госсу. Идем дальше. Погоня за Свеном. Свен! Свена здесь не простят, мне кажется. Фурион успевает здесь делать все необходимое. Ну, через тэшечку, да. Третий килл. Третий килл в пользу Госса. Не знаю, зачем так фейлят Тенакс. Но это их ошибка. У них есть спектр, у них есть айтем, и зачем ходить поодиночке. 17-19. Очень зубастая игра. Ничего здесь не скажешь определенно. Так, Фурион. Наконец-то можно посмотреть на Фуриона. Ультимейт орб. Повар трейтсен от Трендж Хэндов Мидас Аганим. Понятное дело, что через лес никаких лотаров. Сколько денег? 300 монет. Не знаю, что у него еще лежит на базе. Непонятно. По-моему, ничего. 17-19. Впереди команда Госсу. Ага. А Виверта тоже имеет Родианс, друзья мои. Поэтому париотет практически восстановлен. Но, опять же, Родианс Родиансом, но спектр спектр, поэтому честно, вообще не хочу быть капитаном очевидности, не хочу говорить ничего. Давайте лучше смотреть. Могу вам только показать крипстаты. Ох, 190. Крипов спектры. Но, в принципе, одинаковая приблизительная ситуация. Так, Вивер. Не знаю, как Вивер планирует выживать с 900-ми хитпоинтами. Но, возможно, как ты планируешь. Надо очень срочно что-то прикупить Виверу на жизни, потому что жизни у него мало. Ооо, да, вот он, эпический момент. Не видел я еще доселе во второй доте, как сбивают варды. Только что произошло именно это. Ну что, замесик, замесик, Фурион пытается здесь уйти, не дадут ему это сделать. Мега килл сталкет, загулял куда-то Фурион команды Гоусу и разница сокращается до одного килла. По-прежнему впереди на один килл игроки. Даже не игроки, скажем, а команда. Команда под названием Гоусу. Спектра. Вивер, 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 штука денег, вивер, что у тебя есть интересного? Персеверанс, вот так вот. Неужели будет Линкенсфера после Родианца? Будет интересно, конечно. Забавно, я бы даже сказал. Ну, ну и идут пушить Тинаксы. Еще раз, ну, пик мы уже, конечно, сегодня рассказывали, но специальным заказом напомним, что Аймед играет Ancient Operation или АА. Стоял он соло-минт. Кстати, вот сейчас влетает от него ульт. Будут пытаться ребята за дефи Тавер. Ну, мне кажется, Тавер вивер здесь запустил даже по очкоу. Да, Тавер за дефили и опять по-моему, сейчас напорятся на все те же грабли. Ребята, влетает аппарат, пытаются, задают Вингу, Винга здесь вероятнее все умрет. Нет, Винга не умирает. И посмотрите, Стана Свена рассыпался. Тем временем здесь Свен Спектра очень больно режет. Ничего не скажешь, убивает она вивера главного конкурента просто. И Спектра сейчас соло может здесь перевернуть всю ситуацию. Убивает она двоих, гонится еще за двумя. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Сейчас переоценит по-моему, свои возможности Спектра или нет, что есть у Спектра. У Спектра есть Аегис, поэтому она так и играет. Крайне уверена, но... Да, вчетвером, вчетвером пытаются ее убить, убивают Спектру, но у нее есть Аегис и сейчас надо разбегаться, ребятам. Я не знаю, будут они пытаться убить или нет Спектру, я думаю, что очень вряд ли, потому что сейчас придут на помощь. Придут на помощь, летает стрела, попадает в крипа в ультаппарата, не попадает под му, это лаг, это чистейший лаг сейчас произошел. 19-21, я вам так скажу, ГОСу вырвались на 1 килл вперед, но почему-то очень безалаберно умер Вивер, именно потому что мало у него, мало у него хитпоинтов, поэтому его избрили просто на ура. Второй левел Микрономикон, похожая стилистика из первой доты, сиреневого цвета, он, и интересно мне посмотреть, будет ли он желтый или оранжевый, левела 3, тоже не видел, я не кратча еще, доселе. Так, а это мы, а это мы пробежимся немножко по этому, лич поинт бустер, нафига тебе поинт бустер? А, ну да, мека есть, уже можно собирать поинт бустер, прикольно выглядит мека, ничего не скажешь. Так, ну и чё, чё-чё-чё, чё-чё-чё, где-где-где. Так, так, ну, фарм, фарм лесов команды Тинакс на данный момент происходит. Мне интересно, как близок к Фурион, инвизис подобрал Бисмастер, как близок к Фурион сейчас к Хексу. Не особо он, честно говоря, приблизился. Рошан-то нет, его убивали еще тогда, и посмотрите, Патма попыталась сейчас нахалявить аппарата, но у него это не получилось, летели паучки. Пошел на замес ульт от аппарата, прилепят здесь Леона, рассыпается очень быстро Леон, ответка, Вивер, Вивер еле живой, анстапа был Патма. И что будут планировать здесь делать, ребята, я не знаю, убивать здесь Вина без каких-либо вариантов вообще. Дабл-килл делает Вивер, 21-24, но здесь Спектра, и Спектра будет давить до конца. Кстати, Спектр уже где-то выбивали, а Егис мега-килл Спектра делает она очередной килл, анстапа был. Дабл-килл от Спектры, это 23 на 24. А, ну да, здесь есть Мейстер Шмидт Вивер, и такая стрела от Патмы, но нет. Нет, так просто не нахаляешь килл, тем более, что попади Патма, все равно бы она не убивала. Игл Сонг, он же Игл Хорн, он же Лук, в общем, айтем, который предвещает Баттерфляй, или в крайнем случае... О, да, вот это классно, я вообще все айтемы полностью позабывал. Забыл, неважно, в общем, Баттерфляй это будет, тут уже никаких сомнений. Да, долгая игра, ничего не скажешь, 36 минут, довольно плотная айтемы у обеих команд, крипы тоже, 240 крипового Спектра. Хотя, с Радианцем, вот 36-й, нет, все же это нормально. Должна продавать сейчас что-нибудь Патма, или нет, нет, не будет все же. Не хватает у меня бабла, в любом случае. Ну что, я напоминаю, что М5 против вируса, шоу-мач по Доте 2, будет совсем скоро на ProDotTV, где-то через час, я бы так сказал. Мы как раз аккурат, я думаю, успеем посмотреть еще и следующую игру, хе-хе, с тонким намеком. Ну и что, я заденил Тауэр Сталкет на подмея, не зафейлил, не ошибся. Не ошибся, не зафейлил. Не ошибся, не зафейлил, справился с этой задачей. Ох, кто-то disconnected from the game, а, это, опс, ничего страшного. Без опса мы как-нибудь обойдемся, так, самое страшное, что меня пугает, то, что мне пишет уже тьма народу, я не могу понять. Не могу понять, да, все-все, найс, живем. Все в порядке, но я напомню, что самая интересная игра на победителя будут как раз-таки третья, в которой садятся команды ГОСУ и НЕКСТ. Но, как бы, до сих пор непонятно, кто займет первое место, потому что Дота 2, она такая. Ну, я, честно говоря, тоже с другой стороны не могу понять, вот, немножко к аналитике по пикам, почему же все-таки так легко и так запросто отдали спектру ребята из ГОСУ, вот, не знаю. Вот, видимо, видимо, что-то они знают, раз это произошло, значит, это не просто так. Anyway. Даже не знаю, что бы такого сейчас рассказать, в очередной раз покажу вам крипы, крипстации, киллы, бабло и прочее. И будем мы ожидать, естественно, каких-то, наверное, замесов, что ли. Наверное, что ли, замесов мы будем с вами ожидать. Каких-то острых моментов. Ну, а я также... Также напомню, да, что у нас определенно будет как видео с данного шоу-матча, так и запись вводов и, возможно, даже фото. Поэтому все, кто хочет смотреть любой из этого контента, добро пожаловать в нашу группу. ВКонтакте.ру, слэш, nextkz, без точек. Четыре буковки, nextkz, вконтакте.ру. Там будет все. Все в команде. Дневники, блоги, видео, фотки и т.д. и т.п. Правда, не знаю, когда все это появится. Сегодня, после сегодняшнего шоу-матча. Будем надеяться, что появится это завтра, наверное, да. Может, даже сегодня посмотрим. Ну и что, идут... Отправляются пушить... Отправляются пушить... Ребята из команды T-Nex. Уху-ху-ху! Нет, они передумали, они передумали, они увидели здесь вот такое вот... Я даже не знаю, что это. Это бревно, по-моему. Это какой-то жук-паук или... Не знаю, я еще не придумал название этому чудовищу, но это что-то интересное. Как минимум. Ну, прочухали, прочухали, ребята, из Госса, что сейчас вообще происходит. И будут они пытаться... Будут они пытаться что-либо сделать. Божественная стрела от Сталкета. Попадает прямо в дерево. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ого, вот он, вот она попытка напасть на Вивера. Но это не получилось. Старфолл вот под мым влетает сюда Спектра. И... И... Ультатапарата! Убивают первого бойца команды Госсу. Погибает Вивер. Выкупается Вивер моментально. Моментально он выкупился в этой ситуации. Я не знаю, просто как танк ведет себя Спектра с этими айтемами. Прилепили станами. Станы! Хил! Бикит Сиг Спектра! По-моему, ее не остановить вообще. Никак не остановить ее здесь, в этой игре. Вот так вот. Она выдержит прокаст всей тусовки на себе. Да, конечно, у нее херд-то разки. Чего только нет. И тьма бабла. 3-400. Денег. Сможет, она еще и выкупится. Это, по-моему, One... One Man Game. Я не знаю. One Man Show. One Man Game. Как это назвать? One Man Show. Это, если бы было шоу. Но все же это игра. Поэтому, наверное, One Man Game. Но место не окончено. И Спектр пытается что-либо сделать. Но это не так просто. Спектр в соло борется просто против троих. И... Хаста. Где-то забрели Вингувинга, где-то доигралась. Ее за это казнили. Спектр вообще просто. Ну, нельзя же настолько-то себя вести нагло. Понимаем, что Родианс, но тем не менее. Ой-ой-ой-ой-ой! Монстркил. Никто не думал, да? Что... Так, на Тупит Вивер не подумает о том, что он не убежит. Если на нем будет... Если он не бросит даггер, он оставит след, его догонят. Так и произошло. Только из-за этого 4,5 тысячи бабла имеется у Спектры. 27 на 26. По киллам. И... Просто... Просто... Тьма. Тьма людей. Для нашей небольшой тренировочной базы это на самом деле мало людей. Нормально. 7 робов менеджи приобрели ребят нормально так спектра по моему отличилась сообразительность мне интересно сколько робов менеджи у нее осталось 4 робов менеджи еще осталось нормально хорош вообще с перепугу закупился не обошлось конечно без файла 7 робов менеджи это сильно бутербург в этот раз задачи собрать то топор то есть что то но дефузы никак не получается собрать спектр продала что за забарыжила продала все наварилась минус штуку нормально живем так вернемся к мэй к нашей игре спектр спектр избавились сорок четвертая минута игры довольно долго ребятам я думаю нам надо будет занотировать время кто же кого же и сколько же его так да я напоминаю что микрофона микрофона валера тинкер да не могу понять вроде бы все нормально самой дотой что же может быть не так да вроде все шикарно более чем ну что будет ли здесь заход али нет али да али нет да пошел заходит и возможно это будет один из последних файтов вообще фурион пытается отбиться всячески я не знаю куда залез толкает и зачем он так безалаберно слил аегис но его зафокусили и теперь конечно сейчас пойдет ответка вот вот и нарксов годлайк спектра минус фарион кирпич и кирпич дайву спорта на фонтан я думаю ли смыслу нету завладели очень сильным преимуществом кинакса 31 на 27 и все приближается к логичному завершению даже к логическому я бы сказал а когда у тебя есть спектр и когда она хорошо нафармил игра долго не длится но это исключение потому что у госу очень хорошо сыграли в этой игре спектра есть спектра минус мид смит и отправляются ломать топ сейчас игроки команды тинакс это минус две стороны да вот они минус две стороны стрелы от под мы опять очередное божественное на повышение статов не срослось но здесь под могут приклеить за наглость сквозь игроки тикпатме убивают и беста но двух сторон скажем так честно нету но я напоминаю что совсем скоро начнется третья самая важная возможно решающая смысле она и так будет решающей третья самая важная игра мы из нее поймем кто же вышел победителем будет это сделано либо по подсчету времени либо если вдруг next проиграют либо просто в общем посмотрим что и как из этого выйдет поглядим а 31 29 честно признаться хоть это и равный счет практически да но вариантов остается мало команда и госу нужно сотворить три по минус пять наверно да чтобы дать эту игру или не 32 по минус 5 через спектра тавр здесь замутулило как бороться с спектр у которой есть диффузел в лейт фейсбуц и радианс херд оф тараски в ангард и сейчас еще летит манта совсем нелегко я бы сказал так мы что и вертут пытался кого-то найти но не нашел спектра зато находит лиона и убивают его запросто это последнее мучение и страдание команды госу они конечно могут здесь подбрыкаться но выбора очень очень мало и посмотрите спектра оторва хочет себе забрать еще один килл но не дает сделать этого свин ну и третья сторона сносится конечно да такую спектру не остановить так с там мега крипы за пятьдесят минут их нас ожидает третья решающая игра правда убили здесь подмона что-то загулялась но это уже так грубо говоря отскоки посмотрите вивер делает дабл хил что то здесь боже спектра остается одна против тусовки все поумирали практически но спектра не лезет спектра играет аккуратно делает мега крипов мега крипс мега крипс здесь уже будет очень и очень непросто даже просто просто против спектра выкупается спектра что то она замутила или лол или у них хватило на выкуп что то может я забыл вот она манта должна суда сейчас да есть такая песня и спектра должна сейчас входить с ульты да входит спектра с ульты и по всей видимости будет сейчас она добивать добивать оппонентов ну что третья решающая игра между командами некст и госу ульт от аппарата уворачивается свен пытается что-либо сделать но умирает и победа за пятьдесят две минуты а мы скоро вернемся к вам минуток через пять а еще по а и еще г его